Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Да, и сегодня мы обсудим с вами вот такую вот тему. Как философия осмысляет науку и почему это, собственно, необходимо. Ну, вот лекцию я подготовил. Все вот эти вот различные термины, которые мы разбираем, ну, в основном взятые с различных сайтов. Включая Википедию, конечно же. Но разбирать мы их будем непосредственно с моими комментариями. Зачем, почему это вообще, в принципе, надо. И почему наука без всего этого, ну, в принципе, очень довольно-таки наивное образование. Начнем, ну, наверное, давайте вообще с истоков научного познания, так скажем. Ну, как известно, наука возникает на базе университетов, христианских университетов. И, как следствие, на базе христианской философии. Мы это с вами уже несколько раз разбирали конкретно. А также философия возникает на втором базисе. У них второй базис — это философский базис. А непосредственно с помощью философского базиса создаются определенные методы, которые отделяют науку от всех других философских школ, религий и вообще других интеллектуальных образований. Ну, то есть, философия уже как бы внесла колоссальный вклад в развитие науки. Больше вклад внести, наверное, невозможно. Ну, то есть, даже физика, которая вот физика, у нас есть наука физика. И она непосредственно возникла из философской дисциплины, которая называлась физика, ну, или натурфилософия. Ну, то есть, это, в принципе, одно и то же. Просто со временем люди, которые занимались физикой, стали более узкоспециализированными и начали называть себя учеными, а не философами. Хотя еще во времена Ньютона они называли себя философами. А, так вот, продолжаем. Все это как бы предыстория к тому, к чему мы собираемся сейчас подойти. И у нас вот появляются на стыке 19 и 20 века такие вот странные учения. Ну, то есть, понятно, что подход к рациональности, подход к науке вообще, как вот такой религиозный, чисто верующий, он перестал быть актуальным. То есть, люди поняли, вот тут у нас произошли, нет некоторые изменения в науке. А, например, теория Дарвина появилась, о происхождении видов. А еще несколько других фактов, например, накопленных в физике. И дали людям понять, что просто какое-то осмысление на базе фактов, оно не дает точных знаний. Мы можем строить теории на базе сифактов. Но при этом они будут лишь вероятностными. Они будут иметь лишь вероятностный характер, а не абсолютный. А, поэтому, ну, до этого просто все было вот таким образом, что наука, ох, ох, наука, наука. И давайте все философы тоже будем равняться на науку. Там же все так точно, там все так замечательно, там все так бесспорно. А в итоге оказалось, что нет. И вот это вот то, что произошло в конце 19 века, и очень сильно влияло на становление науки в начале 20 века. Ну, то есть, работа Эйнштейна, Максвелла, Бора, Резерфорда и так далее, и так далее, и так далее. Вот все вот эти вот опыты, все эти эксперименты, все теории, которые тогда возникли, они были в основном обусловлены вот теми вот провалами в науке, которые были до этого. То есть, наука, особенно классическая наука, которая в том числе очень комплементарно относилась к христианству, перестала восприниматься как нечто серьезное, как нечто такое вот претендующее непосредственно на истину. И появились вопросы, а что же тогда такое наука? И как вообще отличить науку, с одной стороны, от ненауки? И из этого появились различные критерии демаркации. Что такое демаркация? Давайте, у нас, наверное, здесь есть где-то определение, связанное с этим. Отделение научного знания от ненаучного. Вот у нас здесь есть вот такое вот определение. Демаркация – отделение научного знания от ненаучного. То есть это то, что позволяет нам определить, вот эта теория является научной, а вот эта теория научной не является. А раньше какие принципы, в общем-то, были? Да, наверное, и никаких определенных принципов у науки-то и не было. У нас был метод, с одной стороны, эмпирический, да, доказательств с помощью эмпирического метода существовало. Были рационалистические теории и приведение всех вот этих вот теорий к определенному математическому виду. Создание определенных моделей и так далее, так далее, так далее. Но при этом, как отличить теории, которые включают в себя и эмпирический опыт, и математические какие-то выкладки, и теории рационалистические от научных, как вот эта теория, которая содержит все вот эти вот показатели, но при этом могут быть названы не научными, как их отличить друг от друга, непонятно. Совершенно непонятно, ведь с одной стороны у нас есть, в общем-то, теория эфира. Вполне так себе неплохая теория. А провернуть ее, ну, простите, не получилось. Вот прям вот, чтобы вот все, нет, теория эфира невозможна. Нет, такого не получилось. Были поставлены определенные опыты, которые подвергли те представления, вот, мыслители, которые считали, что вот теория эфира истина, все-таки и некоторому сомнению. И выдвинули более такую теорию, которая соответствовала фактам. Это теория Эйнштейна, теория относительности. Да, и проблема заключается в том, что эта теория не была полностью отвергнута. Сейчас она считается ненаучной. Почему она считается ненаучной? По каким критериям? Кто, в общем-то, заявил, что она ненаучная? Чисто эмпирически? Нет. К сожалению, она не является ненаучной. Есть определенные опыты, которые все-таки приближают нас к эфиру, в общем-то. Мы понимаем, что, ну, может быть, эфир, а может быть, не эфир. А с другой стороны, у нас есть определенные математические выкладки. Мы можем через теорию эфира, в принципе, описать все то же самое, что описывает теория Эйнштейна и вообще любые другие теории. Математика как бы нема с точки зрения смысла. Она может подойти под любую систему. И с третьей стороны, у нас теоретическое такое обоснование есть. Теория эфира не противоречива в целом. Как и большинство теорий, которые, ну, не считаются научными. По тем критериям, которые мы будем разбирать ниже. Так вот, ученым и философам непосредственно вот на этом стыке 19-го и 20-го века пришлось осмыслять очень большую и очень серьезную проблему, которая до этого не осмыслялась. Ну, то есть, наука была создана, она каким-то образом при этом работала. И вроде бы это давало какие-то полезные нам, в общем-то, плюшки. Такие хорошие-хорошие плюшки в виде различных технических устройств. В том числе, развитие прогресса. В общем, энциклопедия росла постепенно. Якобы, знания увеличивались. Все было так хорошо, прекрасно. И вдруг получился колоссальный спад. Оказалось, что, да, доминирующие теории в то время, они не соответствовали, в общем-то, фактам. Ну, или их очень трудно было привести к фактам. Вот. Начинаем. Начинаем непосредственно лекцию вести. Уже о том, о чем надо. Вот. Одна из первых концепций, объясняющих вообще научное знание, которое может считаться одновременно и научной, потому что ее создал, в общем-то, с одной стороны, все-таки ученый Анри Пуанкаре. Француз, великий математик, очень известный ученый, не знаю, там, глава Академии наук, если я не ошибаюсь. Очень-очень-очень важный человек для науки того времени. Прежде всего, для математики того времени. Так вот, он выдвинул конвенционализм. Вот эту вот концепцию, которая называлась конвенционализм. И это довольно-таки интересная концепция, особенно из уст ученого. Ну, вы только вслушайтесь, о чем она говорит. Направление идей философии науки, согласно которому понятие определенных суждений, выражающих то или иное решение эмпирических проблем, в рамках научных теорий вытекает из ранее принятых понятийных соглашений. Ну, то есть получается, что всякое научное знание является договорным между учеными. То есть конвенционализм, соглашение, договор. То есть ученые сидят и договариваются о том, а вот считаем ли мы вот этот факт, что его надо трактовать так. Или вот так мы его трактуем, или по-другому трактуем. Теперь давайте теорию разбирать, да. Вот эта теория с вот этими вот фактами, она вот так вот будет выглядеть? Или вот так? И по каким мы вообще будем факторам вот это вот все сообразовывать? Как это все, в общем-то, должно быть? Нам, в принципе, с точки зрения истины непонятно. А с точки зрения науки это объясняется тем, что люди договариваются друг с другом. Какие же критерии истинности таких теорий могут быть? Они могут быть угусловлены соображениями удобства, простоты и эстетического совершенства, например. А, ну вы сами задумайтесь над проблемой. Вот в науке есть такой принцип уже очень давно. Не умножай сущности сверх необходимого. Это бритва Оккома. Что он значит? Теория не должна быть сложнее, чем вот об этом говорят факты. При этом, если в теории присутствуют элементы, которые, в принципе, объясняют все те же факты, но они выходят за пределы этих фактов. Ну, то есть, допустим, вот у нас теория. Есть факты. Теория эволюции, допустим. Вот у нас есть факты. У нас куча окаменелостей в земле, куча слоев земли, там, например. ДНК, в общем-то, соответствует у разных животных. Понятно, что они якобы родственные. Так вот, если мы не допускаем какой-то отдельной силы, которая управляла этим процессом, если мы не допускаем какой-то вот сверх Господь Бог, либо какой-то инопланетянин, который прилетел на нашу планету и последовательно создавал жизнь на земле. Если я проводил все это через одну и ту же цепочку ДНК, постепенно изменял животных, если мы не допускаем таких вот сложных вещей, выходящих за пределы, в общем-то, бритвы окома, то, конечно, у нас получается, что эволюция существует, это естественный процесс и так далее, так далее, так далее. Вот. Это чисто эстетическое соображение, которое нам позволяет принять теорию эволюции и только теорию эволюции. Если мы начнем усложнять систему, ну, то есть допускать всевозможные факторы, при которых будут допускаться все те же факты, но при этом при допущении все тех же фактов будут добавляться какие-то более сложные объяснители-механизмы, то эта теория уже, ну, не будет научной с точки зрения бритвы окома. Многие ученые ее отвергнут, но это не значит, что она невероятная. Так вот. Что у нас? Какой главный критерий научных конвенций, которые выдвигал Анри Паванкаре? Это непротиворечивость. Все. Единственный критерий. Теория должна быть непротиворечива. Все остальное уже на вкус людей, которые договариваются. Если внутри теории нет логических противоречий, все супер. Ну, и непротиворечивость она, конечно же, должна эмпирическим фактам. Но, как вы понимаете, факты, они трактуются, и Анри Паванкаре это отлично понимал, как бы, создатель конвенционализма. Ну, это как бы не секрет, что научные факты это результаты трактовок, которые, с одной стороны, основаны на теориях, которые уже существуют на представлениях. А, с другой стороны, ну, они трактуются конкретными какими-то учеными, особенно исследователями, которые впервые это исследуют. И получается вот такая вот концепция. Факт это не просто какая-то истина, добытая из мира, и вдруг нам она в нос таксуется, вот это истина. Нет, это результат огромного количества, в общем-то, бесед, разговоров, конференций, статей, обсуждений этих статей, корректировки, понятий. Это не просто очевидная истина, это вполне так себе договорное знание. И критерии этой истинности, они довольно-таки могут быть сложные. Но самый главный, единственный, единственный, единственный критерий, который нельзя убрать, который нельзя отрицать, это просто непротиворечивость. Все. Все, что заходит дальше противоречивость, это уже на вкус договаривающихся. Но, конечно, конвенционализм, он понравился далеко не многим. Помимо всего, помимо всего этого, помимо конвенционализма, который возник в конце 19 века, вот эта вот теория возникла. Так вот, у нас есть более сложные такие вот взгляды на проблему, или даже более, некоторые более простые, некоторые более сложные. Но вот сейчас более простой это верификационизм. Это когда опыт, то есть нашу теорию, наше предположение мы выдвигаем из определенных, в общем-то, эмпирических подтверждений. Ну, то есть мы проводим опыты, чтобы подтвердить теорию. Да. Вот, вот у нас опыт. Не знаю, у нас есть предмет. Предмет складной швейцарский нож. Я хочу проверить, существует ли теория гравитации, да, допустим, потому что нож не может эволюционировать, к сожалению. По крайней мере, за такое короткое время, к сожалению, нет. Проверяем. Ой, он упал вниз. Как же так получилось? Наверное, да, наша теория, в общем-то, подтвердилась. Давайте еще раз проверим. Ой, она опять подтвердилась. Ничего себе. Может быть, гравитация действительно существует? Нет, еще раз. Еще раз. Вообще, много-много раз ее кидать, подтверждать. Вот мы и верификацией занимаемся. Так. Ну, это такой тоже, с одной стороны, философский проект. Это философский проект, прежде всего, аналитической школы. Школы именно западной такой, именно такой вот именно островной, американской даже. Да. С одной стороны, такой подход есть. С другой стороны, есть утилитарный подход. Нам не важно, есть ли гравитация вообще в принципе. А если мне нужно, чтобы этот нож упал на руку, и я испытываю от этого невероятное удовольствие, например. То здесь пойдет вполне утилитарная концепция. Ну, это полезно. Все. Единственный критерий истины – это полезность и научность. Для некоторых мыслителей это так, и в основном это для мыслителей, которые не являются континентальными. Но. Но, неопозитивистская школа, в которую входят Карл Поппер, Томас Кун, Локатос и Полфи Раббент. Вот эти вот ребята – это уже постпозитивисты. Вот очень интересные ребята. Так вот. Они выдвинули другие критерии научности. Они искали научность немножко по-другому и довольно делали это интересно. А Карл Раймонд Поппер, наверное, очень известный персонаж. Наверное, вам он тоже известен. Но в науке он сейчас популярен. Он определенно популярен среди ученых. Это не просто какой-то там философ, о котором никто не слышал. Его осмысление науки стало частью научного метода. Он, в общем-то, создал такую систему, которая называлась критический реализм. Он появился как попытка Поппера решить проблему демаркации и индукции. Вслед за Юмом, Дэвидом Юмом, в общем-то, Карл Раймонд Поппер предположил, что индуктивные заключения, они вероятностные. Допустим. Вот ножик швейцарский, замечательный. Кидаю вниз. Раз, два, три, четыре, пять, там, шесть. И, может быть, на миллиардный раз он взлетит. Никто ведь не знает, что с ним случится. То есть, я могу сколько угодно раз пробовать. Это может накапливаться бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно количество раз. Пока вдруг не произойдет какое-нибудь чудо или не чудо. Мы уже разбирали с вами проблему с лебедями, которую разбирал Дэвид Юм. Вот у нас есть белые лебеди. Мы думаем, что все лебеди белые. Чисто индуктивно для нас все лебеди белые. Но потом мы едем в Австралию и там замечаем, что есть черные лебеди. И мы такие, ой, мы ошибались, оказывается. Вот. Вот это вот ой, мы ошибались, оказывается, с индуктивным методом может происходить довольно часто. И почти все ошибки науки как раз связаны с вот этим ой. Оказывается, это было не так. Но, оказывается, есть какие-то примеры, которые опровергают это. Ой, как неприятно. Вот. И Поппер, в общем-то, предположил, что вот решение деятелей венского кружка, ну, то есть вот тех самых людей, которые это неопозитивисты преимущественно, так вот, они занимались верификационизмом. Про верификацию я вам уже рассказал немного. Так вот, он считал, что их решение проблемы является недостаточным. То есть к верификации надо бы добавить еще один метод. То есть мы не только должны подтверждать, постоянно подтверждать, подтверждать, и пока это не будет подтверждаться там миллиарды раз, мы будем считать это верным, пока это подтверждается миллиарды раз. Нет. Карл Раймонд Поппер выдвинул свой принцип, который назывался принцип фальсификационизма. Фальсификационизм, в общем. Так, в чем он заключается? В том, что наша теория, наша теория, любая теория, которую мы выдвигаем, должна содержать в себе определенные критерии, по которым ее можно будет опровергнуть. То есть она должна сама подставлять определенную сторону опровержения. Ну, здесь вообще, не знаю, можно сказать таким образом, она не должна быть неопровержимой. Вот, вот. Есть примеры просто таких теорий, которые являются неопровержимыми. Мы можем бесконечно подвергать их критерию верификации, а человек, который трактует опыт вот этой верификации, будет всегда эту теорию подтверждать. Он будет просто постоянно говорить, как, например, Зигмунд Фрейд, его пример приводит Карл Раймонд Поппер. Зигмунд Фрейд, вы скажете ему вот одну какую-нибудь вещь. Он скажет вам одно. Потом вы скажете другую вещь, которая противоречит первой, противоречит его словам. Он вам скажет другое, и все это будет вписываться как бы в теорию психоанализа, и все как бы хорошо, и всем замечательно, Зигмунд Фрейд прав, вы не правы, и все хорошо. Вот такие теории, которые неопровержимы, то есть они не содержат в себе каких-то возможностей для опровержения. Он считал их ненаучными, потому что они не подставляют определенную сторону того, чтобы себя опровергнуть. Теория должна постоянно пытаться сама себя опровергнуть. То есть люди, которые придерживаются той или иной теории, постоянно должны подразумевать определенные факторы, которые могли бы эту теорию, в общем-то, опровергнуть. Только тогда эта теория будет считаться научной. На самом деле, вот таких вот научных теорий не так уж и много, особенно те теории науки, которые возникли до конца 19-го, века, они, многие, ну, прямо скажем, были догматичны и были созданы по принципам до фальсификации, до даже верификации. То есть тогда не было, вообще не стояла проблема демаркации. Она просто вот не стояла. Люди думали, ну, все, мы отлично познаем, все зашибись. И многие сиентисты, кстати, до сих пор думают, ну, отлично познаем, все зашибись, никаких проблем у нас нет. Все замечательно, все классно, все круто. На самом деле, проблемы были, и проблемы были очень большие. Ну, и в соответствии с этим, заметив эти проблемы, люди, которые были, причем, комплементарны к науке, Карл Раймон Поппер крайне комплементарен к науке. Он не какой-нибудь антисиентист. Антисиентистов в философии было очень много, но Карл Раймон Поппер не один из них. Причем представители венского кружка, это тоже те еще сиентисты, они предлагали такие странные теории, вплоть до того, что все науки надо равнять по физике. Это физикализм. То есть, все науки должны быть как физика, там должны быть обязательно формулы, должны быть физические доказательства, такие похожие на физические. И это должно быть вот так вот, обязательно так, и вообще никак иначе. В общем-то, проблема была, и проблему пытались решить. И Карл Раймон Поппер предложил нам вот такое интересное решение, которое мы называем сейчас фальсификационизм. И он используется в науке, в настоящее время он используется в науке. Это довольно-таки популярный метод, последователей Поппера сейчас очень много. Ну, то есть, практически вся такая современная, интересная, умная, западная наука, она с Поппером связана. Именно эмпирическая наука, конечно же. Я подразумеваю естественные науки. Фальсификационизм не подходит для гуманитарных наук. Впрочем, как и верификация, тоже для гуманитарных наук не подходит. Ну, вот так уж тоже получилось, что у гуманитарных наук свой метод в данном случае. Для точных наук тоже не подходит, ну, то есть проверять. В точных науках нечего. Мы не можем опыт провести. В точных науках нет опыта. Вот в чем проблема. В них просто принципиально нет опыта, потому что они основаны на своих определенных системах. И это мы тоже с вами уже, в принципе, обсуждали ранее. Так вот. Продолжаем. Дальше есть такая вот интересная тоже позиция, согласно которой существует в науке определенные парадигмы. Да. Согласно Куну, научное знание развивается скачкообразно посредством научных революций. Любой критерий имеет смысл только в рамках определенной парадигмы исторически сложившейся системы воззрений. Научная революция это смена научным сообществам объясняющих парадигм. Предложенная Куном модель исторической эволюции науки направлена против антиисторизма неопозитивистов, так и против критических рационалистов по типу поппера. Кун отвергает общее для этих направлений убеждение в единственности, абсолютности и неизменности критериев научности и рациональности. Ну то есть это тоже понимаете ответ на проблему демаркации. Только дело в том, что в данном случае проблема демаркации решается самим научным сообществом. В определенное время научное сообщество просто берет и меняет свою научную парадигму. Ну например теория эфира сейчас не является научной, потому что она была в общем-то выкидута из научного дискурса. Все. Ученые не говорят про теорию эфира. Даже если эта теория эфира истинная, она не является научной, потому что ученые не говорят, потому что они входят в определенную парадигму. Потому что ее нельзя проверить определенными методами. Ну и потому что с ней вообще трудно работать будет в рамках современной науки, потому что ученые многие о ней вообще просто в принципе не знают. Тяжело. Действительно тяжело. И вы понимаете в чем проблема? Если Поппер он еще очень так наивно относится к науке, очень по-доброму он надеется, ну наука когда-нибудь достигнет истины, да, если мы будем применять верификацию, если мы будем применять фальсификацию, если все будет так хорошо, то уже с точки зрения, ну судя по позиции Куна, мы можем видеть такую отстраненность от науки. Знаете ли, это как будто бы человек вышел за пределы науки, осмотрел ее, так посмотрел, вот у нас была одна парадигма до этого, а потом появилась другая парадигма, в науке появились новые правила игры, а значит критерии-то изменились. Хм. И мы можем применять критерии Куна уже с точки зрения даже антисиентизма, то есть не обязательно быть сиентистом, чтобы придерживаться концепции Куна, но обязательно быть сиентистом, чтобы придерживаться концепции Попера, понимаете, в чем разница? Вот. Как ход научной революции, как происходит движение научной революции по Куну? Сначала у нас существует некая нормальная наука, ну то есть норма, ну например, сейчас у нас допустим нормальная наука, она уже много лет такая нормальная, такая вот определенная, все в ней понятно, ученые думают, что они в общем-то что-то открывают, работают в рамках одной парадигмы, все хорошо. Каждое новое открытие подается объяснению с позиции господствующей теории или группы теории, все замечательно, все отлично. Следующая ступень это экстраординарная наука, то есть появляется определенный кризис в науке, то есть появление аномалий, необъяснимых фактов. Увеличение количества аномалий приводит к появлению альтернативных теорий. В науке сосуществует множество противоборствующих научных школ во времена экстраординарной науки, а потом происходит научная революция и формируется новая парадигма. Но если мы заметим подход Куна он все равно недостаточно критический. То есть все-таки здесь имеется такое позитивное отношение к науке, явно позитивное. Вот у нас наука была старая, появились какие-то действительно аномалии, аномалии, необъяснимые факты. Факты здесь уже трактуются не как определенные договоренности. Если бы факты были договоренностями, то каждая из вот этих альтернативных теорий, из этих научных школ могла бы трактовать эти факты по-своему, как это обычно и происходит в философии, например. А в философии много фактов, люди зря думают, что философия работает без фактов. В философии огромное количество фактов, и философия учитывает научные факты в том числе, только трактует их иначе. Другая система трактовки происходит. Некоторые факты эмпирические, например, становятся просто неважными в рамках тех или иных систем. То же самое с научными школами. Но только для Куна появление аномалий, то есть необъяснимых фактов, становится чем-то очень важным. Это какой-то важнейший фактор изменения научного знания. А при этом, если мы вернемся к идеям Понгаре того же, то вот эти вот факты необъяснимые, так они вполне объяснимые. Все зависит от определенных договоренностей. Причем мы можем не объяснить факт, а просто договориться о том, что мы его объяснили. Почему бы и нет? Действительно интересно. И формирование новой научной парадигмы происходит уже на основании того, кто из этих вот школ победил. А мне кажется, что Хун очень позитивно тоже относится к победе школы. Скорее всего, как и Поппер, он предполагает, что наука каждый раз приближается к истине постепенно. То есть, он думает, что вот у нас была такая наука похуже, нормальная наука, экстраординарная наука уже бросает вызов. Факты бросили ей вызов, и она начинает искать. И когда поиск уже произошел, наука нашла более точную теорию, более приближенную к истине. Формируется новая парадигма, более приближенная к истине. Но, на мой взгляд, это совершенно не так. По-моему, да, я, в принципе, поддерживаю теорию парадигм только с одной такой оговоркой. На самом деле, во время экстраординарной вот этой вот науки, когда появляются якобы аномальные факты, просто договоренности становятся не такими уж основательными, и многие школы начинают разделяться. Причем не на базе того, что эти аномалии действительно существуют, а на базе просто того, что их не успели объяснить, и другие школы, люди с другими мнениями, в общем-то, могут за это уцепиться и перестроить систему в значительной степени. То есть, здесь критерий истины я бы даже не стал вводить, просто плевать на истину в данном случае, потому что ее здесь просто нет. Это же система договоренностей получается, и зачем тогда вводить какие-то критерии истины. Но просто наука действительно развивается, и это можно рассмотреть исторически. И Кун в этом случае прав. Более радикальная теория, объясняющая смену научных программ, у нас ее предложил Локатас, Эмпре Локатас. Научно-исследовательские программы, так она и называется. Локатас, автор теории и методологии научно-исследовательских программ, в рамках которых вслед за Карлом Поппером развил принцип фальсификации до степени названной им утонченным фальсификационизмом. Теория Локатаса направлена на изучение движущих факторов развития науки. Она продолжает и вместе с тем оспаривает методологическую концепцию Поппера, полемизируясь теорией Томаса Куна. Локатас описал науку как конкурентную борьбу научно-исследовательских программ, состоящих из жесткого, жесткое ядро, вот у нас жесткое ядро, жесткое ядро, а вокруг жесткого ядра у нас находится такой определенный защитный предохранительный пояс. Пояс, вот вы пытаетесь его покритиковать как-то, а вот пояс защищает ядро, защищает ядро, ходит и защищает ядро. С помощью чего этот пояс защищает ядро? С помощью вспомогательных хок-теорий. Вот вам говорят, а вы в этой теории это не учли, а вы так, нет, нет, я учел, вот смотрите, я что-то придумаю сейчас внезапно и объяснил, молодец. причем, эти хок-теории, они постепенно видоизменяются, приспосабливаются, работают с приемами различными, контрпримерами и так далее, и так далее, и так далее. Это получается такая система, это получается такая живая научная программа, это как клетка и ее оболочка, которая защищает вот эту клетку, допустим. Ну и да, вот здесь описывается, что эволюция конкретной программы происходит за счет видоизменений и утончения предохранительного пояса. Разрушение же жесткого ядра теоретически означает отмену программы и замену ее другой конкурирующей. Только вот дело заключается в том, что вот этот вот пояс может быть бесконечно большим. То есть у нас нет определенного ограничения. Вот у нас ядро, ядро теории Ньютона, например. Вспомним вот это вот ядро теории Ньютона, пространство. Абсолютно. Время, абсолютно. Время движется только вперед, пространство тоже вот не может никаким образом искривляться. Это значит, что оно абсолютно. И то, что время движется только вперед, тоже значит, что оно абсолютно. То есть никаких перемен во времени быть не может. Оно движется с определенными в общем-то интервалами, поэтому мы можем его точно замерять. У нас есть поэтому там секундомеры, там мы можем точно измерить время и так далее, так далее, так далее. То есть это не относительные величины. Ядро теории Ньютона. Ядро теории Эйнштейна по всем этим параметрам противоположное. Все. Две исследовательские программы. Кто прав, кто виноват. Решает не истинность этих программ, а ад-хок теории. А вспомогательные вот эти вот пояса предохранительные. И то, сколько у этих, в общем-то, получается теорий сторонников. Чем больше сторонников, чем эти сторонники умнее, тем, в общем-то, больше оправданий для своей теории они придумают. И тем, с большей вероятностью, защитят эту теорию. Так вот, главным критерием научности программы Локатас называет прирост фактического знания за счет ее предсказательной силы. Пока программа дает прирост знания, работа ученого в ее рамках рациональна. Понимаете, здесь уже не ставится вопрос об истинности. Здесь нет вообще никакой правды, на самом деле даже. Больше фактического знания эта программа позволяет добывать дальше факты, позволяет их объяснять и позволяет предсказывать, что вот такие-то факты будут, допустим, открыты. Ну, вот черные дыры. С помощью теории Эйнштейна были открыты черные дыры. Вот это вот и есть предсказательный фактор. Только мы, на самом деле, может быть, даже и не знаем, что такое черные дыры. Мы знаем, что такое черные дыры по теории Эйнштейна. И теория Эйнштейна якобы предсказала, что они будут существовать. Только в теории Эйнштейна они существуют в определенном смысле. Прежде всего, в математическом смысле. А в реальности мы не знаем, как они существуют, в каком виде, что они из себя на самом деле представляют. И, скорее всего, вообще вот это вот явление черной дыры можно объяснить какими-то другими возможными теориями. Но пока Теренштейн работает, в принципе, без разницы. Хорошо, она рациональна. Она не истина может быть, может быть не истина, может быть истина, может быть не истина, неважно, но рациональна. Пока она может предсказывать дальнейшие какие-то факты и не противоречить, по крайней мере, фактам, которые будут постепенно открываться. Так вот, когда программа начинает терять предсказательную силу и начинает работать только на поиск, вспомогательный гипотез, локатес приписывает отказаться от ее дальнейшего развития. Но так, конечно же, в науке очень редко происходит. Ну, то есть, наукам, в принципе, плевать. Пока существует, на мой взгляд, тоже всегда нельзя забывать о критериях Пуанкаре. Критериях Пуанкаре, потому что конвенция всегда присутствует. И то, как люди друг с другом договорятся, значит, куда больше, чем то, что там реально показывают факты. Да, бывает, в общем-то, программы переживают свой внутренний кризис, снова даются научные результаты. То есть, в общем, бывает, что научная программа переживает кризис и не может ничего объяснять, а потом вдруг бац, и снова может. Тоже такое бывает. Она может, в общем-то, даже через долгое время после кризиса признана рациональной с точки зрения локатеса. Ну, понимаете, это тоже довольно-таки позитивная такая концепция. Она менее позитивная, чем у Куна, потому что она допускает больше альтернативных научных позиций. Но при этом она все равно довольно позитивная. У нас есть критерий позитивной рациональности. И предсказательная сила, соответственно, с ним. Но при этом все теории научные лишаются статуса истинности. Они, в принципе, могут не претендовать на истину. И это действительно тоже очень интересно. Ну, локатес признается не таким большим количеством ученых, как вообще можно, как Кун, например, или тем более Поппер. У Поппера прям вот целая толпа фанатов есть среди ученых, некоторых западных. Поэтому, ну, с Поппером вообще вопросов нет. Это человек, который очень сильно повлиял на науку. Термин парадигма в науке употребляется довольно часто. И поэтому Томас Кун, он тоже, ну, популярен. Научная сетовская программа, с ней все значительно сложнее. У ученых особенно с ней все намного сложнее обстоит, потому что мало кто ее, в общем-то, придерживается. То есть, да, есть такой критерий, как и критерий предсказательности. Он часто упоминается, но обычно упоминается вне контекста вот этой вот всей системы большой. Теперь научный анархизм. Это то, против чего выступают все сайентисты. Потому что, ну, это очень интересная теория. Которая мне, кстати, очень нравится. В своих книгах «Против метода» и «Наука в свободном обществе» Полфей Раббент отстаивал идею о том, что нет методологических правил, которые всегда используются учеными. Нет правил. Он выступал против единого, основанного на традиции научного метода, обосновывая это тем, что любой такой метод ставит некоторые пределы в деятельности ученых и таким образом ограничивает прогресс. Согласно его точке зрения, наука выиграла бы больше всего от некоторой дозы анархизма в научной теории. Он также считал, что анархизм в теории желателен, потому что это более гуманистический подход, чем другие научные системы, поскольку он не навязывает ученым жестких правил. Короче, здесь очень много всего написано, очень много-много-много-много всего, но суть заключается в том, что Полфей Раббент вполне допускает возможность рассмотрения таких научных теорий, как, например, теория воды Фалеса в современном научном дискурсе, или, например, теория огня. Допустим, у нас появляется определенная школа в науке, которая называется гераклитианцы. Они говорят, что все состоит из огня. Они проводят опыты, они пытаются это эпирически доказать, они приводят вам доказательства, приводят вам опыты. Из их опытов извлекаются определенные практически какие-то заверения, и все классно. Вот действия научного анархизма. И таких школ неограниченное количество. Насколько это научно, сказать довольно-таки трудно, потому что я всю свою жизнь, когда вот все мое исследование науки, все, что я замечаю под наукой, все, что я вижу в науке, это определенная система. То, что мы называем наукой, это система. Система определенных взглядов, основанных на определенной методологии. Да. Парадигмы, соответственно, они чуть-чуть вот шатают вот эту вот концепцию. То есть, да, у нас была до этого небольшая методологическая система, после смены парадигмы она немножко другая становится. С исследовательскими программами похожая ситуация, просто программ больше. То есть, не происходит смены парадигм, просто происходит работа программы. И программы одновременно считаются, так скажем, равными. Уже, понимаете, современно. Мы смотрим на вот эти вот концепции постпозитивистов, и у них постепенно нарастает степень вот этой вот альтернативности. Все больше и больше возможных альтернативных школ в науке может существовать. А Пол Фираббент вообще говорит, да вообще любая философия, вообще любая, может, в общем-то, претендовать на научность. Все. Вот-вот и все. Это и есть принцип научного анархизма. Здравствуйте. Я философ, все, я могу быть ученым. Давайте я создаю свою школу, свою школу провожу опыты, и все отлично. Вот такой вот анархизм. Ну, кстати, вот проблема в том, что у Фираббента наука и философия, так скажем, становятся синонимами. Вот в этом смысле их различие просто в его философии вообще пропадает. И это, кстати, показывается также его текстами. В его текстах это также написано, что разница между там какими-то концепциями лао-цзы, даусизма, там, не знаю, все это вот довольно-таки зыбкие границы. Если мы вот здесь видим, например, у Карла Раймунда Поппера определенный критерий демаркации, который в еще большей степени сужал на возможности научного знания, то есть мы должны ввести еще один критерий, еще один, у нас куча критериев, а мы введем еще один, то дальше, наоборот, идет расширение. Кун допускает парадигмы. Локатас импре допускает научно-исследовательские программы, которых может быть тоже, ну, довольно-таки много. А научный анархизм допускает вообще все. В науку может войти абсолютно все. Ну, кстати, за счет этого и данная теория не поддерживается большинством ученых. Да. Они не говорят, они активно критикуются, но об этом это критерий последовательности. Ну, все. В принципе, вот мы с вами познакомились с течением вот этих вот теорий о науке. А почему они необходимы? Проблема, понимаете, заключается в том, что ученый сам по себе не является философом, он является представителем одной какой-то частной школы такой научной. Он либо физик, либо химик, либо биолог. Иногда что-то вместе, но редко это превосходит две, там, не знаю, области. Либо он специалист в двух смежных областях, иногда в трех. Но чем больше смежных областей он знает, тем меньше он знает внутри этих самих областей. И так далее, так далее, так далее. То есть вот этот вот человек не может осмыслять науку в целом. Он, допустим, знает, что происходит в биологии, но не знает, что происходит в физике. Не может серьезно осмыслять проблему в физике. Потому что он даже с методом-то плохо знаком, с научным. Если он не знает научной философии и науки, он не знает научного метода в принципе. Хороший пример это Александр Панчин. Вот человек совершенно, судя по его постам, вообще не понимает ни смысла философии, ни смысла науки как таковой. Он просто занимается какими-то там исследованиями, что-то там открывает каким-то там образом. Причем, понимаете, все это каким-то там, это именно подходит под Панчином. То, что он не понимает философские основания науки. Он не понимает то, на каком базисе она работает. И вот это вот такой плохой пример. И я такие плохие примеры замечаю очень часто. Ученые не понимают, как работает наука на основании самых базовых ее понятий, философских ее оснований. То есть они как бы выбирают из науки всю философию. О, критерий Окама, ха, не, 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 мы его не используем. А если вы его не используете, то получается вы чем занимаетесь? Вы религией, может быть, там занимаетесь? Если вы не отбираете среди теорий наиболее истинную, если вы не занимаетесь конвенционализмом, если вы думаете, что вы истину там действительно ищете, то вы, наверное, все-таки религиозные фанатики, а не ученые. А если вы не используете вот этот вот метод фальсификационизма, то вы, может быть, тоже, ну, не совсем ученые, если вы не используете его. Вот Панчин признавался, нет, мы не используем критерий Поппера. Вот вообще редко, редко в научной деятельности я его встречал, очень редко. Ну, хреново, вот что я могу сказать. И так, на самом деле, большинство ученых, они не сталкиваются с этими критериями науки, потому что, раз, они уже заложены в механизм научного действия, то есть уже само движение науки уже включает в себя некоторые методологические механизмы, которые заложены в философии. А с другой стороны, вот эти вот теории, они осмысляют науку как таковую. А что такое наука? Вопрос. Вопрос это философский вопрос. Наука не может решить вопрос о том, что она такое, потому что у нее нет такой дисциплины. Единственная дисциплина, которая может решить, что такое наука, это философия, потому что она единственная иерархически выше науки. То есть мы, когда занимаемся философией, мы выходим за пределы науки и уже думаем, ох ты, я смотрю, а здесь парадигмы. Или я смотрю, а здесь научно-сельские программы. И начинаю это описывать, как это работает, как это функционирует, как ученые взаимодействуют друг с другом, какими методами пользуются или какими они методами все-таки не пользуются. Причем, понимаете, в чем проблема? Ученый, нередко базируясь на опыте своих наук, он игнорирует опыты других. Отсюда появляются различные странные концепции вроде физикализма, где там, о боже, физика – великая наука, самая классная в мире. Давайте-ка все науки будут под нее равняться. И это уже несмотря на то, что та же биология, ну ей вообще плевать на физикалистические подходы. Ну то есть что общего у биологии и у физики? Какие методы? Какие методы у них общие? На самом деле очень маленькое количество методов у них общие. Но самые главные методы, которые объединяют все естественные науки – это философские методы. Вот что главное – это философские методы эмпиризма, иррационализма, и еще некоторые другие, например, фальсификационизм сейчас уже. Интересно, вот это вот интересно. Брат, смотрите, в чем проблема? Чтобы узнать, что такое научное знание, нельзя слушать ученых, потому что они ничего в этом не понимают. Причем большинство из них очень халатно относится к философии науки и зря. Зря, потому что это основополагающая дисциплина для любого ученого, который собирается понимать, чем он занимается в принципе. Без вот всего вот этого невозможно понять, что такое наука, ну даже близко. Ну какие-то наивные мифологические представления о науке у таких ученых, конечно же, есть. Что не мешает им, кстати, заниматься наукой по определенным алгоритмам, потому что эти алгоритмы очень хорошо прописаны. Если вы не сможете соответствовать этим алгоритмам, вас просто выкинут из науки. Ну, например, не сможете выписать грамотно статьи в журналах. Вас выкинут. Выкинут из науки, вас не будут считать ученым. Все, до свидания, вы уже ученые, у нас специальная премия для вас. Вас просто не будут печатать в журналах и уволят из всех университетов, потому что у вас не будет публикаций. А вот такая мишура, так скажем, мишура для людей поверхностных. А что такое наука на самом деле, решает-то не наука, решает философию. И вот она думает, какие критерии должны быть у науки, как мы ее верифицируем, какая демаркация у нас научная, как мы отделим научное знание от ненаучного. И это просто колоссальная проблема, потому что у нас имеется огромное количество философских школ, которые базируются раз на фактах, два на рационализме. То есть у нас есть альтернативные системы рационализма, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть такие вот альтернативные трактовки фактов. Что с ними делать, как с ними быть, как одно от другого отделить. Кто-то говорит, не отделять вообще. И у нас получается научный анархизм. Кто-то говорит, отделять с помощью, в общем-то, таких вот критериев, как фальсификация. Например, теория Маркса, она является нефальсифицируемой. Марксист любой может объяснить любой факт с помощью теории Маркса, с помощью противоречий, с помощью, не знаю, отрицания-отрицания. Все это может привести любой факт. При этом ничего не предсказывая, кстати. Так вот, совершенно любой факт вот этим человеком может быть в итоге подтвержден его теорией. Не потому, что эта теория истинная или научная. Просто потому, что она не подразумевает опровержение. Все. Поэтому по Попперу она была бы ненаучной. Либо это все-таки договоренность. Договоренность между учеными. И вот у нас есть определенная группа людей таких таинственных, которых мы называем ученые-иллюминаты. И они между собой уже договариваются. Это наука, а вот это вот не наука. Вот это вот, не знаю, учение Спинозы, оно не наука. А вот это вот учение Эйнштейна, которое основано на учении Спинозы во многом, это наука. Все. Ну вот как бы это довольно-таки просто. Кстати, вот этот метод, конвенционализм, определение демаркации, он очень простой. И в этом смысле он, наверное, такой и тот самый минимум, который мы можем позволить себе в данном определении. Ну то есть, да, а кто определяет, что научно, а что ненаучно? Как минимум это делают ученые просто. Группа ученых делает вот так. Мы говорим, вот это научно, а вот это ненаучно. Вот этого чувака мы считаем ученым, а вот этого не считаем. Все. Это механизм. Это механически самое простое объяснение с применением, кстати, научного критерия. Да, бритвы оком. Вот оно самое простое. Мы допускаем самый возможный такой вот минимум. А максимумы вроде фальсификации, вроде, не знаю, у теории Куна вот этот вот парадигм, с предсказательными силами, как у Локация. Вот это уже все-таки вот допущение. Да, может быть все-таки наука на вот эти вот критерии основывается каким-то образом. Да, может быть это очень даже влияет. Но мы это подтвердить на самом деле не можем. Мы точно знаем, что главным критерием является вот первый. Все. Он неоспоримо является важным критерием, важнейшим. Он стоит просто вот на вершине и он формирует механизм отличения научного от ненаучного. Все. Ученые договорились? Окей. Все остальное мы уже можем спорить. Является ли фальсификация? Или не является? Сейчас ученые признают фальсификацию. Да, признают. Признают метод фальсификации. Потому что они договорились друг с другом, что надо бы его признавать. Вот как это работает. Признают ли ученые парадигмы? Да, признают. Поэтому, да, мы можем говорить, что парадигмальное знание тоже является таким научным. Все, что не входит в парадигмальное знание, оно идет к черту тоже из науки. То есть оно не является нормальной наукой. То же самое с программами. С анархизмом, правда, все не то же самое. Но это просто очень такая уникальная теория. Я не знаю, почему Пол Фиерабин является постпозитивистом. Ну, я знаю почему. Потому что цепочка передатчиков определенных учителя, ученики, споры внутри вот этой вот системы. Но его позиция очень сильно отличается. Но при этом, да, он апеллирует ко всем вот этим вот мыслителям. Безусловно. К Попперу, к Куну и Локатосу он апеллирует, это точно. Ну, в общем-то, вот у нас получилось, что философия, она всевозможными образ, способами осмысляет науку. И вот это вот все, что вы вот здесь видите, вот от фальсификационизма и ниже, это 20 век. А то, что вы видите вот здесь, это конец 19-го. И то есть, почему некоторые люди считают, что философия не должна осмыслять науку и в 21 веке тоже? Это очень интересный вопрос. Почему некоторые глупые ученые считают, что они могут как бы сами себя осмыслать? Это интересно. Действительно интересно. Ведь причем все осмысления от ученых, они такие наивные, знаете ли. Вот те люди, которые говорят, наука сама может осмыслять себя. Они выдают настолько примитивный способ осмысления науки, но они прямо граничат с религиозными. Граничат с такой тупой детской наивностью. И вот это действительно проблема. Какие-то зрелые концепции осмысления науки, которые в итоге потом и используются внутри зрелого научного дискурса, они создаются философами. Либо учеными вроде Анри Понкаре, которого тоже считают философом в том числе, потому что он создал такую концепцию, которая философская. Это философская концепция. Безусловно, философская концепция. Но при этом я создал математик, да. Человек, который прежде всего занимался математикой. Так вот, и почему же это необходимо-то все? Ну, потому что мы хотим зрелый научный дискурс, взрослый научный дискурс, в котором не будет догматизма тотального, в котором не будет такой догматической тупой веры, которая сейчас до сих пор в науке имеется. Между прочим, после последнего кризиса, который произошел в конце 19 века, в течение всего 20 века система вот этого догматизации, она вполне устаканилась. У нас появились снова поклонники науки, прям вот вообще фанатики слепые, вроде Панчина того же, не знаю, вроде Докинза и прочих персонажей, которые вот, ну, Хокинга, которые вот так вот слепо доверяют науке. Говорят, наука это благо, наука это благо, наука это хорошо, наука просто замечательная, и мы не будем ее никак осмыслять, кроме того, что будем говорить различные комплименты. Наука там это скептицизм, как у Карла Сагана там, да, мы во всем сомневаемся, во всем сомневаемся, но при этом утверждаем больше других религий, конечно, но это ерунда. Мы не будем обращать внимание на различные противоречия, очевидные, потому что в науке очень много утверждений, при этом она не может быть сомнением, но мы говорим, что ученые постоянно сомневаются, например. И многие-многие другие методы. Ученые не сомневаются в методах, например, кстати. А что на это сказал бы Карл Саган, тоже интересно, но вот он думает, что вот сомнения, наука основана на сомнение. Хотя он не знает, что такое сомнение, мы это тоже в отдельном видео разбирали. И осмысление научного знания, вот этого вот всего нам крайне нужно. Причем именно философами, потому что философы могут рассмотреть все дисциплины, так или иначе, коснуться всех дисциплин, покритиковать друг друга тоже за неправильное понимание тех или иных дисциплин. Но потом и ученые покритикуют этих философов, и вот эти вот философы, вроде Карла Раймонда Поппера, исправят свою теорию немножко, допустим. А приведут ее в соответствие с научным знанием. Что, конечно же, неплохо. Что, конечно же, очень и очень хорошо. И мы не можем это вот как бы отрицать. Но только действительно человек, который хочет сохранить науку в такой вот догматичной нетронутости, сохраненности, извечности, вот только такие люди могут сопротивляться философскому осмыслению науки и будут говорить, что это нет, это не является необходимым, это не важно. Давайте думать, что наука это абсолютно объективное знание. Оно основано на точных методах измерения, оно такое потрясающее, оно такое замечательное, оно рациональное главное, рациональное же, понимаете? Это уже сразу вот как бы отменяет все. Вот у нас есть не рациональное знание, а есть наука, рациональное знание. И оно замечательное, оно потрясающее. Вот такие вот комплименты мы будем бросать в сторону науки и говорить, что вот все, наука все нам решит. Она изобретет там, не знаю, ракеты, мы улетим в космос, мы там будем жить на Марсе. Все будет так замечательно, все классно, но это сказочная такая теория уже научного мировоззрения, это мифологическая теория. Да, может быть на Марсе мы и будем жить, но может быть это не так классно, как в песнях Нойз Эмси какого-то. Да. На ужасной ноте апелляции к убогому рэпу мы закончим это, в общем, мое выступление. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Давайте будем пытаться разбираться в том, что такое наука, потому что мы не знаем, что такое наука, у нас нет ее точного определения, у нас есть огромное количество определений, которые противоречат друг другу. А также будем разбираться в критериях демаркации, думать о них, что же является настоящим критерием демаркации, вообще нужно ли нам иметь вообще какую-то науку такую стабильную, либо можно обойтись многочисленными философскими школами, которые унаследуют от науки эмпирические методы и будут проверять и развивать свои теории по своим определенным каким-то закономерностям. То есть вопрос, какой мы хотим мир, манистический, в котором наука будет догматически управлять всем, либо плюралистический, в котором будет множество позиций, проверяемых при этом опытом, и не только опытом, опытом эмпирическим, опытом духовным и так далее, и так далее, и так далее. Все, восьмикратно с вами прощаюсь, об этом можно говорить просто бесконечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok